Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Занятия вел в Потеряевке с первого года, с 91-го года. А Игорь Барабаш, у него, кажется, у одного был только маленький магнитофон, и он записывал. И все записывал. И сохранились эти беседы. Занятия по темам. Кого-то наших там допрашивали, я сразу допрос. Гости приехали, гости. Что на эту тему говорится? Занятия по темам Потеряевки. Итак, допрос. Допрос. Слово Божие говорит Римлянам 10.15. И как проповедовать, если они будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Поэтому некоторые говорят, что меня где никто не посылал, и не пришли за мной, не звали. А зачем же идти, когда я не знаю, нужен ли я там, куда бы мне идти? Не выписали командировку. Это чисто старообрядческие слова. Лежал и лежи. У них намертво замуровано это. Для этого есть священники, батюшки. Вот пусть и идут. Обращают людей. Им за это зарплату платят, а не мне. По всем вопросам люди рассуждают так. До меня не достигло, обойдется. Слово же Божие так не учат. Оно живо и действенно. И острее обоюдоостровую меча. Не подобно ли молоту? Любая книга, когда пишут ее люди и авторы, это отлично понимает, что она для узкого круга специалистов. Но чтобы написавший книгу сказал, что она нужна для всех, и без нее невозможно правильно жить, невозможно быть радостным, скажу, что таких книг нет и таких писателей нет. У нас тут был на днях настоящий писатель, Черкасов Георгиевский. Пишет о вождях белого движения. Зря времени не теряет. Пишет много, активное. Ездит на родину с их персонажей. Узнает, как и что было тогда. Со знанием дело пишет, а не абы как. Никак, фантасты. Те пишут никому не нужное. Но чтобы каждое слово относилось к каждому, такое можно сказать только о Святой Библии. Другой такой книги на белом свете нет. В таком бы настроении ни читал ее, в каком бы возрасте ты ни был, в состоянии, цен с Литвой, министр ты или подчиненный, один и тот же стих говорит одинаково и к свою, и к рабу, и к прокурору, и к суде, и к подсудимому. Вот у меня была презентация книг, когда 8 книг вышло. И выступал проректор технического университета Семкин Борис Васильевич. Я говорю, что читаю книги Лапкин, знаете, когда пишут писатели, они лукавят. Они говорят, пишут одно, а встретишься другое. А вот у Лапкина говорят, вот какой он есть, такой и есть. Вы книгу прочитаете, любое что у них, и вы увидите, какой встретитесь, вы увидите один к одному. Вот это он подметил. Это действительно так. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной в него, но все обнажено и открытое перед очами его. Ему дадим отчет. Евреям 4 глава. И это говорит один и тот же стих. Одна и та же строчка имела силу 3000 лет назад и же сегодня. Слово Божие живо и действенно, станем мы сегодня ее читать. И сегодня у нас такое ощущение, как будто оно было сегодня утром написано, и лично ко мне было послано. Расскажу на эту тему один рассказ. Был пойман преступник, многократный убийца. К нему даже охранники не смели входить, к этому бандитскому Голиафу современности. Пожизненное заключение или смертная казнь. Ожидает уже ее много лет. В Америке даже приговоренных к смертной казни бывает 20 лет сидит, ждет и ждет. Но однажды раздался грохот отворяемой камеры, и к нему в камеру вошла молодая девушка. Он, прикованный тяжелыми цепями к стене, воздрелся на нее и тут же сказал ей, я знаю кто вы, вы дочь губернатора, и в руках у вас Библия. Ты можешь попробовать с выражением, представь, кто он такой, ты как-то безразлично считаешь, мне не нравится это состояние. Вот представь, прикованный, бандит, никогда никого не было, и вдруг он, ну хоть маленько голос измени, Дебунов бы это сделал. Попробуй. Ну так, Дебунова тут нету. Ну попробуй. Я знаю кто вы, вы дочь губернатора, и в руках у вас Библия. Ну ладно. Моя мать была глубоко верующая и всегда плакала о моей жизни и молилась за меня. Вы, христиане, постоянно надоедаетесь своими проповедями, постоянно лжете. Вы говорите, что в Библии каждая строчка написана каждому отдельному человеку. Скажете ли... Сможете. Сможете ли я проверить мои слова? Она сказала вам, почему же вы не пригласите меня сесть? Да знаете ли вы, с кем говорите, хрипло ответил он. Со мной никто никогда не решался сесть. Хватит одного удара, чтобы то, о чем вы думаете, чем вы думаете, было явлено всем взором. Ну, то есть, можги вышибет сразу. Она подошла к ним ближе и сказала, если вы позволите, я присяду на ваше жесткое ложе. Что ж, открывайте любое место. К вам бы, как бы вам хотелось это. Вот она ему говорит, она говорит. Она села и говорит, откройте любое место Библии. Да. Я тебе покажу, что про тебя там написано. Дрожащий почему-то рукой он попытался открыть Библию. И открылась только первая страница. Она тут же начала читать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пустая, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. День один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь. И отделил воду, которая над твердью, под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро. День второй. Бутие, первая глава, 1, 8 стих. В начале. Хватит пока, сказал он. Докажите, что это относится ко мне. Вот, то есть, в Библии живо и действие на Слово Божие. Вот проповедник, миссионер, если он Богом призван, то ему не надо миссионерские отделы создавать эту липу, дыру в преисподнюю. А он знает, что нужно, чтобы Дух Святой руководил. И каждое слово, каждое событие, каждая вещь, где он бывает, она немедленно поворачивается к тому, с кем он говорит. А они, говорит, не задавали, не проходили. Землей называется не только то, что ты, грозный житель темницы, видишь в эту узкую щель. Не этот пустынный тюремный дворик, но не свободные пляжи, о которых вы так отчаянно тоскуете ежеминутно. Земля бывает плодородная, солончатая, каменистая. А не только тот квадрат, который ты видишь через решетку. На этом участке ничего не растет. Земля – это сердце человеческое. А, подожди, на этом участке ничего не растет. Земля – это сердце человеческое. Господь разделил сердца людей на четыре категории. Макой, ты знаешь ли это? И дальше. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители всходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сетель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано. И птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. То есть во сто крат. Сказав сей, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны царствия Божия, о прочем притчах. Так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути, это суть слушающие, которым потом и приходит дьявол, и уносит слово в сердце их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Не потому что он атеист, грамотный, не поэтому. Сатана украл слово это, украл. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вышел сеть и сеть. Читали про это? Да. Итак, Бог сотворил небо и землю, это о сердцах человеческих. И есть возвышенный дух помышлений о горне, и есть земной, где одни только свиньи. Слово Божие может поражать и тех, кого облечает, и тех, и того, кто облечает. Оно меч с двух сторон заточенный. Слово Божие три тысячи лет рубит, рассекая нации, континенты, и ни одной зазубринки нет на нем. Бог называет землю твою сердце. Называет что? Называет землей твое сердце. О. Что наделал ты с этой землей? Тебя любила мать. Она хотела, чтобы ты допоил ее, докормил ее. Она жаждала тебя ласки, плодов любви. Но что ты вырастил на этой земле? Сердце твое скрылось от любви и заросло. Покрылось туманом и стало ненужным никому. Под водами греха утонуло. Терновник непослушание затянул все места отзывчивости ребенка. Дети не слушаются, бегут из дому. С тобой ведь так было? Первое коринфянам. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нормы. Вот как миссионерствовать надо. Вот миссионеры. Никакого отдела, никто это не знал. Это все придумал какой-то дух. Миссионерский отдел, приседатели, они там что-то делают. Вид делают надменные, жестокие, храмовитые. Пророков из себя строят. Они ничего не знают, как должно знать. Вот где знание, где Дух Святой. Так утверждает строка двухтысячелетней давности. Она к тебе не относится, конечно. Мать говорила тебе, не знайся с этим во дворе. Послушал ли ты ее? Итак, земля твоего сердца была безвидна. Ты не раскрыл талантов добра, утопил все в водах вина. Пустота. Богу не находилось места там. Ты не находил ни одной минуты помолиться. И Дух Божий только носился над этим сердцем. Оно было покрыто мраком, заблуждений и скверны. Слезы матери твои заливали тебя, но ты скрывался все глубже и глубже во браке греха. Гремя цепями, преступник зарыдав, отпустился на колени. Все так. Эти строчки написаны для меня одного. Это про мою жизнь. Боже. Господь говорит, что одна черточка, Слово Божие, дороже неба и земли. Марк 13 глава. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. Мы ходим просторными, проторенными тропами. Любим читать определенные места, засчитанные. Сегодня коснусь непроторенной темы. Это я уже говорю нашим потеряевским. На этой неделе приезжали из Мамонтовской прокуратуры по наводке краевой с указанием заводить на меня уголовное дело. Вот я теперь поясняю, почему эта тема возник. У меня обязательно нужно ткнуть. Ткнуть что-то. Тогда вот тут несколько человек стали ходить к католикам, познакомиться. У меня сразу вышло три темы. Вот я их выставляю по одной. Католичество, что означает. Пришлось работать. Обязательно нужно ткнуть где-то. И вот теперь этот человек, что, пришло время, с него сняли оковы. И он ходил по тюремным камерам и проповедовал. Его не выпустили. Но все время тормозили и тормозили приговоренным уже к смерти. И он совершенно изменился. Я вот считал это. Задача одна. Убрать меня из религиозно-политической жизни. Это указание исходит от разных органов. От коммунистов вплоть до патриарха. Об этом мне сообщил епископ Алтайский Антоний. Ликвидировать. Убрать любым способом. Это мне уже сообщили. В органах, которые люди из прокуратуры, которые расположены до прокурора края. Патриарх его лично спросил, какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным. Интересно, когда я вернулся из заключения, пошел паспорт получать. А в это время сотрудники КГБ приехали, жена им надежду можно спросить, а где он? Да пошел паспорт получать. Но он на нас не обижается. Так и что он будет обижаться? Он верующий. А как он вернулся? Почему вернулся? То есть намертво знали, на галеры никто не возвращается. А вот что Юда сказал? А милость императора. Ну, так и здесь. Милость императора. Встали архиереи, пять или семь, и сказали Антонию, почему вы там в одном рот не заткнете? Теперь они объединились, коммунисты, московские... Кстати, архиереи встают в московскую патриархию, мне передали, и одному Антонию Масендию еще говорят, почему вы там одному не заткнете рот? Как мне сказал бывший здесь благочинный, Игнатий, да никто бы не знал про крещение, если бы вы не говорили и отрежда программы вел в университетах, школах, на заводах, милиции, воинских частях, и звонками засыпали. Почему правильно не крестите? Разбойники, пираты захватили корабль. Я обязан это говорить, я призван на это. Теперь они объединились коммунисты московской патриархии. Их великодержавный дух зуд не дает им покоя. Восстановить союз в былых границах пусть хотя бы и 10% останется, но 90% погибнет. Это Ленин говорил. Это выдержки из произведения Ленина, дворянина Ульянова. Допрашивали детей в лагере Стани, 8 детей допросили, сменясь на ли показания, 17 детей осмотрели, ничего нет. Смотрел, кандидат медицинских наук, побои, там я избиваю, где нет. Интересно, один мальчишка отвечает, вас здесь бьют? Нет, не бьют. Нас наказывают, когда мы что-то не так делаем. Бьют и наказывают. Ребенок это понимает. Что значит слово допрос? Кто его имеет право делать? Почему одни его любят, а другие не терпят на слух? Слово допрос вообще не встречается в канонических книгах. Но это слово дважды встречается в неканонических книгах. Премудрость. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их. Жена неверно мужу приносит дитя незаконное. Будет расследование, где и от кого. Свидетелями будут и дети от незаконных сожитий. Так сегодня от невенчанных и неблагословенных браков сколько этих свидетелей. Поэтому стиху почти все будут подсудимыми. Даниил 13 глава. И сказал им Даниил, отделите их друг от друга подальше. И я допрошу их. Когда же не отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему, состарившись в злых днях. И ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды, неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит, невинного и правого не умерщляй. Два судей сговорились лжесвидетельствовать по обращенной похотью. Приговор все одобрили и только один человек знал суть. Раздался крик «Я не повинен в крови ее!» Эту молодую благочестивую женщину «Сусанна!» не в камеру вели, а через весь город влекли уже на место казни. Этот крик «Не повинен! Не повинен! Не повинен!» остановил шумную толпу. Многие толковали как обычно «Вот они богатые, чем занимаются!» А по виду такая уж святоша «Смотрите! Чего ей столько не хватало, красивой жизни захотела!» Разъясни, чего ты кричишь? Никто еще не знал духа этого гнюнаш и кто он такой. Что с таким дерзновением нарушил чинность исполнения приговора законного суда от имени Российской или Еврейской Федерации или монархии? Это будущий пророк Даниил из Сарского рода. Он мог бы пройти мимо, промолчать, как бы хуже не было. Но он знал по совести, знал, что говорит Писание на таких случаях. Так говорит Господь. Когда я скажу беззаконнику «Смерть умрешь», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы отстеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнятся ему праведные дела его, какие дел он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу свою. Изеки 3 глава. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это, и воздат человеку. Вот так надо было перенести вот отсюда это. А это отдельно, это с другого места. Дальше. Ага. А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей не знает это, и воздат человеку по делам его. Притча 24 глава. Так ли вы неразумны, не исследовав дело, приговорили невинную дочь Израиля? Разделите всех беззаконников, а были эти двое прокурорами республики? И допрос окончился. Здесь же. Приговор перевести в исполнение. Где впервые находим это слово? Первый допрос делает Бог, дознаватель. Людям хочется допрашивать другого, но самому не быть допрашиваемым. Не быть допрашиваемым. Существует 1937 год справедливости и год возмездия, когда вчерашние политические соратники Ленина пошли читать ступени Лубянки. Когда же совершилось грехопадение, Бог учиняет допрос и не потому, что не знает, а желает вызвать в раскаяние. Первый допрос Адаму, и к нему вопрос, что ты сделал? Адам отвечает... Ну что ты сделал? Ну разве Бог мог так сделать? Ну что ты прям какой-то кисельный прямо? Ну Бог допрашивает. Смерть! Что ты сделал? Что ты сделал? Какой-то прямо вареный. Давай. Адам отвечает, совершенно забыв, с кем разговаривает, как будто с обыкновенным советским следователем. И Ева забыла, что это всемогущий Бог, знающий все прежде с твоего рождения, когда еще ни одного дня из твоей жизни не было. И тогда уже были в книге твоей записаны все эти твои повороты и мигания твои. Это не я. Псалом 538. Это жена, которую ты сам не дал. Я ее не просил. Это она. Но Бог дал человеку власть над женой. Адам чувствовал, что она от него произведена, а не он от нее. Некоторые сегодня прикрываются этой причиной. Я не могу пойти в церковь. Я женился. Для восточного человека мертвное обидно сказать, что жена над ним командует. Там разводов намного меньше. Почему ты не слушаешься меня? Если сосед через дувал услышит и это повторится три раза, то развод обеспечен. Она нищий пойдет куда хочет. Там паранжа и она ни слова никогда не скажет. Климо виновности уже лежит на жене. Ответа Божьей мы не слышим. Быть может, Бог и сказал ему. Эх, Адам, Адам, что ты говоришь? Жена слабее тебя. Ты мог оттащить ее за руку. Допрос уже окончен. Ниже тебя ростом жена. Так в природе все устроено. Корова меньше бока, курочка меньше петуха, чтобы можно было с ней управиться. Хотя не всегда так. Если бы все писать подробно, то думаю, и самому миру не вместить бы. Если бы небо сделать бумагой, а океан чернилами, и тогда бы все не описать. Чему было вызвано... Чем было вызвано это? Что предшествовало этому? Что вызвано чем? Что предшествовало этому? Ну, маленько в них не в смысле-то. Быть может, разговор этот продолжался не один год по нашим часам. Но Библия говорит, что Адам не оправдался. За этим следовал приговор. Допрос окончен. Еве вопрос. Виноваты клопы, ящерицы? Учительница виновата. Улица? Ну, только не мать родная. Ты не воспитала. И вот еще один бандит родился. Кого вы рождаете? Это прямо... Это ты не воспитала. И вот еще один бандит теперь родился. Кого вы рождаете? Вы не матери героини, а наследницы... Астини. Астини. Да. Царь Астинь, которая не послушается от таксерства-то. И вот теперь столица взята Казахстана. Может быть, отсюда она и взята. Она дала пример непослушания мужу. Известен случай. У матери 10 детей, и все до одного или сидят в тюрьме, или уже отбыли срок за воровством. И за другие неблагоугодные дела. А дочери пошли путем распутанных, а ей присвоили звание матери героини. Это великая преступница. И ее или нужно казнить по древним законам, или сразу же изолировать от общества. Она наполняет государство ненужными людьми. На них государство будет тратить огромные средства и терять на этом. Допроса же змею нет, потому что он уже приговорен. Его Бог даже не допрашивает. Как обещать дьявол человека? Обещать сделать его великим, как Бога, и превращать его в прах. Прах ты и в прах возвратишься. Так и сегодня возвышают, обещают. Мы ЦК КПСС, мы тебя защитим, мы тебе должности дадим, выведем из-под обстрела. Одного берега, как козла, отпущение взяли, а на самом деле никого не судили. Малиновский, маршал, задавил на машине человека, но шофер взял на себя. И дали три года и пошел на повышение. Со мной в одной камере был секретарь райкома комсомола. Шла в студентках, схватили прямо в городе, затолкали в машину, изнасиловали, и в копну, и сожгли. Спасли товарищей коммунисты и насильника через психиатрию. Там что-то вышло еще. Бог обещает радость и победу над грехом. Дьявол же обещает тоже радость, но через грех. Апостол Павел говорит, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Мы получили просимое, прожили диво, благословение. Грешнику допрашивают во всех странах мира, притом с пристрастием, то есть с желанием выбить нужное из человека. Выбивают, согласен с обвинением, что я шпион. Маршал Тухачевский, Блюхер, Убаревич во всем сознались, так мучились на допросах, что они признали себя виновными во всем, что и предлагали взять на себя, только бы скорее расстреляли. Снова его лечат и снова начинают допрашивать. Два следователя допрашивают, один бьет, один бьет, а другой представляется хорошим. Один бьет, а другой представляется хорошим. И обещают помочь. Но только скажи, что требуется узнать про других и про твое тайное. Понедельно работают, мяконький будешь все рассказывать, а бьющий уже знает все и снова выбивает. У нас ответ один, правда или ничего. Когда Пилат опрашивал Христа, то Спаситель молчал и не отвечал ни слова, так что Пилат весьма дивился. Христос знал, что Пилат будет затем отставлен на должности и чем он жизнь свою закончит. Нам дается возможность стать как Боги. Это выражение есть у святых. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Через уподобление Богу будьте святы, как свят Господь Бог, и тела ваши засияют, как его тело в судный день. В нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Подражайте мне, как я Христу. Вот прямой путь быть подобным Богу. А сегодня дознаватели с дурными мыслями. А они, как правило, люди, обладающие некой властью. Это судьи, следователи, военные в комендатурах и священники пытают на исповеди. Они допрашивают. И даже такие люди, как Савонарола и Кампанелла, меняли свои показания, когда вывели на суд. Ты же говорил так на Папу Римского. Он ответил, пытка вопрошала, а боль отвечала. Запомним, пытка вопрошала, то есть гнали, вломали сустав, а боль отвечала. Человек думает, а хуже не будет, и потому говорит не поистине, но чтобы себя сохранить. Как двух смертников ведут на расстрел, и один доцветует бежать, а другой все еще мерит свои поступки прежней жизнью. А хуже не будет, да мы давно и все приговорены к смерти. Остался один вопрос. Как мы умрем? Как умереть поприличнее, достойно? Есть выражение, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Быть на коленях почетно перед Богом. А я отвечаю. Быть на коленях-то почетно перед Богом. Но императоры, когда печатали свои монеты, всегда выглядели с гордо поднятой головой, с мечом в руках. И впервые вышла монета при Константине императоре, где он изображен стоящим на коленях и просящему Бога прощения. Почему так унижену позволил монетам в дворе себя изобразить? Потому что... Потому что думал. Все, что есть у меня, власть, дворцы, знатность, все это я получил на коленях перед Спасителем благодаря молитве. Слава Иисусу Христу! Наше самое лучшее оружие молитва, колени. Грозды наше оружие, МК, молитва, колени. И мы посмотрим, что будет завтра. Завтра будет допрос. Говорят, что придет много людей и думают закрывать лагерь. Посмотрим, что у них получится. Я конкретно говорю по событиям, которые в Потеряевке. Господь в одну ночь может все изменить. Хотят завтра обрезать провода в лагере. Мы призовем на помощь силу Божию. Каково же наше оружие? Вот здесь два меща. Довольно. На деревню одно ружье. Ага. Бог, я ведь дивный, если могу еще руку свою. А как это будет, я не знаю. Если эти люди умрут обыкновенной смертью, то не от Бога. А если они обыкновенные, то это от Бога. И вдруг земля разверзлась и поглотила всех противящихся истине. У нас нет никакой защиты. Прокурор Крайпа Раскун ушел в отпуск. Я не могу его найти. Хорошее расположение местного прокурора. Но и он ушел в отпуск. Там и здесь, Юрий. Я оказался брошенным. Совершенно один. На растерзание СЭС. СЭС это санэпидемстанция. Обещал приехать Александр Нежный и не сумел. Писатель из Москвы. А два Юрия это прокурор Краевой и прокурор района Риферт. Господь доводит до критического состояния, чтобы наделись только на Бога. Это передо мной сидят все жители Потеряевки. Я веду занятия. Что такое допрос? Никакие связи, никакое расположение придержащих вышестоящих не влияли на исход. Только Бог. Нас слишком много оказалось и Богу негде показать свою силу, всемогущую руку. Проверка населения у ручья. Как будут пить? Одни оружия отложили на мгновение и это достаточно, чтобы их не взяли на сражение. Беспечное, недобросовестное. Недобросовестное? Не бодрственное. А как же теперь воевать против трехсот тысяч, когда нас всего триста человек? Воевать и не надо, нужно только кричать глотки, прочистить и свои. Меч Господа и Гидеона. И враги начали выражать друг друга. Поражать. Поражать друг друга, да. Ибо Бог воздвиг несогласия внутри их станом. Хотя дети наши в лагере на допросе не показали ничего, но по закону без родителей до 16 лет их не имели права допрашивать. Пошел я сам на это. Он согласился. Покажем, какие у нас идут тренировки. Мы предстанем в грозном виде. Александр Невский говорит, что вид воина должен внушать ужасу фастатам. Дети будут кричать одно слово «Не заходите!» Дети выставились на крыше, где обедаем, она крыша такая плоская. Они только стояли вот так, плакаты держали. На одном плакате написано «Бог не в силе, а в правде». А на другом написано «Коммунисты, людоеды, займитесь своей душой». И дальше еще один лозунг «Лютые волки, оставьте лагерь там в покое-то». Это все заснято и у нас выставлено в интернете здесь же. «И было состояние страха на всей армии, когда один богатырь выходил и поносил детей божьих. И никто не помогал дрожащим, и они смущались весьма. Неведомый никому пастушок поразил Голиафа. Вот так. Перед нами сейчас новый Голиаф. Цес нависло над нами. Но Давид сказал Голиафу «Ты хуже собаки». Все это обязательно заснять на пленку. То есть должны приехать 15 краевых комиссий. Вы представляете, за 150 километров тут по степи в любой погоде едут и едут по указанию. Почему? Подняли законодательное собрание по телевидению, показали. Москва дала указание покончить с лагерем. Ну и Лапкин поднялись. Сейчас Дворкина подключили, рождественские чтения, Печорская лаври, Печорская лаври, там профессор какой-то книги мои взяли и следует. Три парки занимаются и ничего нигде нету. Бог. А Бог, как Григорий Ефимович говорил, а Бог, хуже собак. Мы дадим коммунистам грандиозный бой. По всей России будет известно, наш удар услышат и в Вашингтоне. А они не отступят. Их дьявол уже захватил и они тащатся на Аркане на свою погибель. Здесь будет провал и они сойдут в ад. Вот как разговаривать с ними надо. У меня брат в Москве жил и где-то там пришлось ему быть в ресторане. И вот там какой-то порядок существует. Рост такой негр. Там пристает такое нахальное ко всем-то. Видите, какой-то атташе наверное. Ресторан для таких людей именно. И вдруг встает один человек тоже такой рослый. Подходит со всего размаху. Как дал ему головой и говорит о пол. Вот так в Америке у нас с ними разговаривают. Вы видите хам. Зверье. А он походливый такие. Прям кидается на женщин. Мы со всех сторон все просчитали. Чем же вызвано такое яростное нападение на наш лагерь? И нашли что объяснения нет. Просто это полностью обезумевшие люди. Отребьем земли. Едут воевать с детьми. Другое дело если были бы заразные или больные дети у нас и они спасали их. Никак не могут до сего дня ничего нам подсыпать. Ну вот так подсыпать. То есть у нас колодец. Мы сделали большую крышку железа. даже могут в колодец что угодно могут сделать. На мне нападает ДС отовсюду. Миссионерские там отделы там какие есть ну что они успели за это время сделать ничего. А какая задача? Сейчас великий пост и не успокаивается нисколько. Почему? Потому что Бога во-первых не верят а требует земли. Почему я должен обедать со знаком 666 а если 669 то уже не могу кусок проглотить. Не могу кусок проглотить? Нормы санитарные написали в кабинетах лицемера для своих прихотей. Какое это отношение имеет к тому месту где два конца с концами сводят? Русский народ никогда испокон века никаких норм не знал и жил. Индия Китай ваших норм не знают и плодятся больше вашего и дольше вас живут. В мире тысячи наций которые живут другой пищей питаясь и ни одной нашей нормы не ведают. Они начали говорить в лагере у меня нормы нет. Кухня должна быть капелем в степи капелем нет. Вода должна быть у них так написано горячая и холодная вода проточная. Ну как в степи проточная? Мы принесли воду. Вот она в бачке взяли анализы высшие средние районы и совет какой дают. А вы бачок поднимите на крышу чтобы текла вода и запишем что проточная вода. Я говорю в дурдоме надо проверять лампа огромная ртутная лампа освещает на столбе пишут освещение нет. Ну вот свет а вы опровергайте через суд у нас тут написано то есть они приехали напечатанные у нас столы какие длинные столы по 10 человек сидят они выстроганные клеенки прибиты к ним не струганные грязные доски какие грязные тут все промыто опровергайте через суд то есть вакханали и тогда выступила путинская газета российская газета называется как ударили они сразу от губернатора машины приехали все разблокировали нас и послали самого доброго заместителя губернатора края еврея доктора медицинских наук Шойхата Якова Нахмановича он мне делал операцию вот это человек заместитель губернатора по ядерной программе он тут работал так что же их убивать какую-то маниолку едят по ведру за раз и все равно они живут и радуются своим голозадым бабенком и немытым детишкам кто-то рыба питается кто-то оленину или банан грызет но всех сейчас подгоняют своим вымороченным нормам указания всегда давали коммунисты здесь сеть пшеницу а может тут арбузы если хорошие но он пузатый сидит в городе и выкомаривается над колхозником они не могут понять что уже не тот год на дворе не 1929 они все еще давятся прежним желанием командовать роль бога им хочется исполнять мы сами должны решить подчиняться ли им или не замечать их блажей дури самим думать какими калориями напитаться ах так вы нашим нормам не подчиняетесь тогда и жить не будете мы вас живем с белого света божьего вот так со мной они поступают не примешь наш сатанинский знак тебе и нет ничего ни воздуха ни права отдыхать ни земли вот прими это сергианское Сталина Скобельевская прими что они в патриархии занесли не принимаю не хочу Саул допрашивает священников в Номве зачем приняли Давида взять его узнает истинное объяснение и казнит всех священников Пилат допрашивает Христа и хочет узнать от бога ли этот человек допрос закончился полный фиаско в прошлый раз сюда приезжали и допрос мне был в вопросах о нашем отношении к московской патриархии представьте себе я выезжаю в Америку и уже подходить к самолету билет и все уже и идет офицер а у вас в чем разница с московской патриархией какое ему это дело и уже я ногой на трап становлюсь второй подходит так задержать меня поворачивает назад я говорю так у меня билет не беспокоитесь тут все сделается еще продержали несколько дней и потом выпустили в Америку они то которые нападают они ничего этого не испытали они не давлены ниже ниже меня спрашивают как вы могли это выдержать в 80-м освободился а второй арест в 86-м я 6 лет ходил с сумочкой одежда лежит и сухарики в церковь иду везде со мной сумочка была и так арестовали она у меня готова была это каждый день ждали ареста каждый день они то которые на меня нападают они ничего не испытали ничего не знают просто маленький бесенок их жжет за нее не держатся обеими руками зачем это им зачем вопрос римский кнут назывался скорпионом то есть кнут и на конце железка крючком на концах ремней были железные крючки отрывающие кузки тела политический вопрос не признаете власть Рима этот же вопрос предлагали и апостолам и Еремии на допросах молчать лучше всего если ты разговорами думаешь на допросах победить следователей то оставь такую мечту оставь такие надежды они учатся и тренируются каждый день как тебя загнать в тупик наше грозное оружие молитва у меня пост всегда был во время суда надо мной и я ослабел но пост мог устоять то есть я ухожу не пил не ел и пост делал же целый день только вещи нам привезут а суд продолжается из-за дня объедения и когда судили и приводили юридический факультет и они слушали а потом мне передали студенты эти говорят этого старика или как они назвали я еще с бордой был его не осудить говорит им не осудить я уже предполагал какие будут вопросы все написал я один большая клетка-то была для меня вот какая вот посмотреть и все разложены в тетради 32 свидетеля я каждому предлагал какие вопросы то есть тщательно готовился допрашивая своих детей дома родители очень часто допрашивают самих себя из ребенка ползет то что ты из-под воли своим поведением заложил в него ты упорно никого не слушаешь и ребенок твой отражает тебя в своих ответах я имею многолетнее наблюдение за детьми и в который раз свидетельствую что верующих в семьях дети очень часто хуже чем в семьях коммунистов если человек ходит в церковь пусть это будет сын священника или даже сын нищенки возле паперти и если он на самом деле не верит то для него нет вообще ничего святого это циник циник вот дают ребенка раньше было когда-то родители уезжают ребенок все время круглосуточно там находится ну вернулись девчонка-то живая и смотрят она играет дошкольного возраста куклы что-то у ней там куклы она берет ее молчи мерзавка это тебе не дома а родители глаза на лопат откуда-то она взяла такое мерзавка ты не дома значит няня отобразила здесь можно таких меня допрашивать они солгут и запятак и могут сделать в храме то чего не делают при людях ты понял что делают считаешь о чем о чем а что делают в храме то что при людях не делают а что это такое не знаю пухнуть то есть эти люди бессовестны она может говорить пухнуть запятак сделать то чего в храме делать нельзя что ты считаешь совершенно а где тут пухнуть написано еще написано ты маленько за словами посмотри таких можно не допрашивать то есть они лживые они солгут и запятак могут сделать в храме то чего не делают при людях а вот ты что такой такой умный парень им нужно сразу выносить приговор и на исповеди они скрывают что-то и лгут все потеряно надежды на исправление практически почти и нет по инерции еще может священник их принимать на исповедь но это уже труп стоит есть свидетели и лжесвидетели свидетели это те кто видел события олжесвидетелях много говорится в Библии считаем притчuce шестая глава девятнадцатая глава жесвидетель наговаривающий ложь и сеющий раздур между братьями с свидетель не останется ненаказанным и кто говорит ложь не спасется лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Там не спасется, а тут погибнет. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Матфея 15 глава. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Римлянам. Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются всем словом люби ближнего твоего, как самого себя. Про Бога не говорится. Две заповеди Бога и люби ближнего, они в одной заповеди. Если допрос будет против тебя, враги, или о самом неприятном человеке, то и тогда не солги ни слова. Вопросы кто, где, когда, с какой целью. В Риме была фраза кто судьи? Если я буду судиться, а против меня будет судья-коммунист, то чтобы я не блеял, я буду крутиться на шампуре шашлыком. Как басны Крылова, Волк и Ягненок. Вот у меня судился с коммунистом, написал он бывший идеологический работник, мама, скорее, его на Морозах написал. И кто-то прочитал его книжку, Полюшка Поля, маленькая такая, но ядовитая, что будто бы он был в Потеряевке, меня допрашивал, и там, как я говорил, что мы с женой заходили в класс, отталкивали учительницу, и по рядам шли в классе, и раздавали Библии ученикам. Это уже обвинение было-то. Я ему позвонил, Николай Иванович, где вы встречались-то? Он даже разговаривает, я подал в суд, его вытащили оттуда, здоровый такой. И вот начали. А кто свидетель, с кем были? Гатценбиллер. А кто он был? Судья все записывает, там, секретарь, он был в это время директор научной книги. А при чем здесь? Директор научной книги. А когда он был поставлен? Документ представил. Гатценбиллера это вытащили оттуда-то. Он был тогда-то поставлен директором. А когда приезжали? Вы приезжали, он был директор, директор. Понимаете, как в суде разбирается-то. А я все это уже знал и начал их просить. Покажите. Ну, документы представили. Вот, а вот, давай книжка. А когда приезжал? Приезжал он в 72-м году. В 75-м году. В 75-м. А когда был директором поставлен? А директором поставлен в 77-м. Значит, директор не мог приезжать. А деревня исчезла в 71-м. Уже не было ее. А ты в 75-м был. Как ты мог приезжать? Деревни-то не было-то. Все запутано. И уже деревни не было. И он лгал. Я к отцу вашему заехал. А я говорю, отец как выглядел? Ну, он много выше вас. А я показываю фотографии. Отец ниже меня. Выступают те, которые знали меня отца. То есть ничего в ней не сходится. И судья говорит, так и было. То есть подкуплено. Явное дело, деревни не было. А раз деревни не было, ничего не было. Дальше, если бы была. Вызвали. Он доктор исторических наук. Сын учительницы. Ульяна Ивановна. Золотухиной. Так, скажите, ваша мама была уважаемая? Ну, конечно. В деревне. Мать ваша. Она учила наших учеников? А могло быть такое? Могло. Гипотетически. Что я с женой заходил и отталкивал? Да нет. Ну, судья же видит, что сын ее говорит. Нет. Так, а в классе сколько? Теперь мы в архивный отдел запросили. В классе было три человека. Какие ряды? А всего четыре класса. Ну, даже если допустить, что события там ошиблись в годах-то. Ну, какие? Там написано три. Больше никого нет. Какие ряды? Библию достать на деревню нельзя было. В то время сэн сказал, а я бы Библию раздавал кому-то. То есть такая бредня. Так, он, главное, жену привел. Она в очках такие, о, стекла толстые, уличительные стекла. Я думаю, это вы моему мужу спокойно не даете. Она тоже была партийный работник. Она за Николая Ивановича заступается. Ну, его допекли крепко. Да, главное, секретарь вызван был к этой... Железнодорожного района КПРФ, Бобров. Он вышел, я сижу здесь, он подошел ко мне, вот как бы дал так и... Придем только к власти, вот ваши потерявки. Ой-ой-ой, свидетели. Судился я с ними, знал. И дальше что? Допрос. Сирахов, что по желанию Евнуха расслеть девицу, то производящий суд с натяжкой. Ну, а как он, Евнух-то? У него, говорят, орудия нет, чтобы расслеть ее. Он может только пакости делать. Когда судили тройкой, то были различные вопросы. Но не было ни одного вопроса о том, как сохранить жизнь чьягненку по стилю вам. Ты из дворян? Расстрелять. Ты из казаков? Расстрелять. Из священнической среды? Расстрелять. Деклассированные элементы все, кто не с нами. Елизавета, княгиня Елизавета, уже никак не на престол не претендовала, ибо отреклась от мира. Расстрелять. Страшнее этого только сегодняшние пенсионеры, которые продолжают голосовать за коммунистов. Вот кто самое страшное. Маразматики. Во время войны захватили в Германии родную сестру Гитлера, привели в Союз. И тут в заключении она умерла. За что? Им нужно где-то вцепиться. Проиграли Афганистан. Маленькая Чечня в дребезге разбила колосса. И бездарность коммунистов разбила колосса. И бездарность коммунистов погубила массу юношества. Теперь отыгрываются на детях в нашем православном лагере. Вот к чему я все подвожу-то. Их везде вышибли из республик. Вот они лютуют на своих догородах. Дети дьявола, коммунисты. Не пытайтесь сохранить себя, когда уже попал в руки людоедов, коммунистов. Положительное есть и в том, что на нас и нас сели безбожники. Пока они тут находятся, в это самое время они не могут творить в другом месте свои сатанинские пакости. На меня, которые из-за нападают, пока не на меня, они в это время пакости не делают, не успевают. В другом месте. Про это я говорил, когда видел ребятишек, которые стоят у мемориала, что хоть в это время они по вагонам не лазят, не воруют. Тут не мемориал, они по форме одеты, стоят ребятишки. У русских другие законы. 100 человек убил ты или одного. Срок один и тот же. А в Америке могут и более тысячи лет дать. Но чтобы срок уменьшить, это с первого же допроса тебе предлагают. Будешь ли помогать следствию? Никакой перемене своих показаний и речи нет, как у нас на каждом суде почти. Что так? Если один воровал, то тебе год. А если трое, то это по сговору. Значит, и срок будет три года. Они прячут друг друга любой ценой, за ценой не постоят. А если бы судили, учитывая открытие своих подельников, то прекратилось бы это вакханалие в судах. Выгодно там по закону выдавать товарищей преступников. А у нас выгодно их ему скрывать. Скрывать, потому что если он откроет, что несколько человек были, срок увеличат. А в Америке наоборот, если он помогает следствию, открыл их троих, то ему срок еще меньше пополам будет. То есть суд сами законы неправильные. Потому такая большая раскрываемость преступления в Америке. Приехал шериф оттуда и сказал, что у него в штате раскрываемость почти стопроцентна. Но это не в каждом тактах. А у нас, если бы узнали подлинную статистику, то ужаснулись бы, среди кого мы живем. Столько нераскрытых преступников. Не фиксирует преступления и скрывает. Варьё одну. Допрос не ведется и не знает, кого допрашивать. Бог дал нам понятие, что мы смертны. И как человеком положено однажды умереть, а потом в суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Вот так. Допросы тех преступников, в чьи подвиги зафиксированы на пленку тайной камерой, проходят легче. Маска не скрыла себя и на суде Божьей будет показано, как на пленке прокручено, явлено. Бог делает допрос перед всей вселенной, чтобы никто никогда не мог сказать, что он несправедливо осужден. Бог ничего не делает, тщательно не рассмотрев сути дела. Бытие 18 глава. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какого вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. Совесть, сон, раза два предупреждают человека о том, чтобы предохранить от совершения преступления. В житиях я не нашел ни одного спасенным из судей. Сафония. Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки. Волки вечерние. Не оставляющие до утра ни одной кости. А священники лютые волки, то есть еще больше. Михея 3.5. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Вот так. У святых случаи были допроса. Дула страста терпец. Не за Христа где-то пострадал, но потерялась одежда у монаха и был вызван подозреваемый. С пристрастием ввелся вопрос. Так что челюсть оторвали. О как, челюсть оторвать, а так как же допрашивать? Невиновным и умер, и тело его исчезло. Не захотел быть с этой братьей. 1 августа 1999 года. В это время пошел занятие. Вот какие занятия шли. Это не в храме. Поэтому, видите, приближенных к обстановке. Допрос, допрос. Пожалуйста, делайте отзывы. Слава Иисуса Христова. Веки веков. Готовьтесь к допросу. А то у нас приехали допрашивать отначально одного из наших работников. Лежу, и он сидит в машине. Я после говорю, подойти нельзя, он уже сидит там. Зачем ты... Ну, они пригласили с высшим образованием. Я говорю про Игоря. Зачем ты залез туда? Все, что они спрашивают, все, все, говорит. Дежурил здесь. Заходит по электроэнергии. Еще дом так оформляем, ничего нет. А у вас что? Да у нас только провода тут подсоединились. Что у вас тут еще нет? А он был одну ночь, дежурил. Принес плитку или что? Поставил подогреть. А у нас розетка. Ну и что розетка-то? У вас же ничего тут нет, еще пустая комната. А у меня плитка есть, я ставил. Даже дураком назвать нельзя. Плитка есть. А вы сколько здесь находитесь? Ну уже, наверное, два месяца ремонтируют. Они закрутнули круглосуточно, работает плитка на все. Как? Ахнули. Ой-ой-ой. Да ладно, я пошел, а там начальник, который увидел меня, в приемной сижу. Заходите, без очереди. Так, я так давно хотел с вами поговорить. Очень знатный такой. Стали говорить. А что вы здесь? Я говорю, да вот так. Он секретаря. Вычеркните нам их. Все. Кончилось дело. Понимаете? Простопили, не надо простодыром быть. Никто тебя не спрашивал, никто не включал. У нас еще даже не поставили счетчик был-то. Зачем тебе надо? Залез в кабину, теперь трепешься. Никогда не залазь и не говори. Мне кажется, и ты такой же. Да и ты такой же. Будьте внимательны. Не скажешь, говорит, один раз пожалеешь, а скажешь, сто раз пожалеешь. Ни мятые, ни давленые, нигде. Вот эти, которые на меня нападают, они ничего не знают. Вот какая жижа-то из них потечет, когда их будут допрашивать. А придет время? Это лето пройдет, если хорошо, то дай Бог. Богу нашему славу во веки. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok